Я своего рода торговец. Тебе что-нибудь надо? Да, надо. Ага, в двух формах. Бутылированные за 500 дрейков. Порошок всего за 100. Леди и джентльмены, приветствую. С вами сэр Холмс. Продолжаю Морровинд, Тамриэль Ребилд. Сейчас я нахожусь в подземном городке Хлэрсис. И в планах у меня просто вернуться в Акамору. Я немного заплутал, кажись, но как-нибудь доприду. С вестями о том, что я допросил вампира, но правда в живых ее не оставил. Ладно. Я тут вспомнил, что хотел немного потренироваться навыку блокирования перед тем, как отправляться на боковую. Думаю, до двадцаточки как раз будет неплохо. Тем более, что я недавно прикупил новый щит. Вот. А теперь на боковую, да. Да, как я и говорил в конце прошлого эпизода, интересное место, чтобы переночевать. Ну вот, пять часов и... Давай еще час доспим восстановить хп иману. Вот, поселение интересно самой своей концепцией, но тут каких-то квестов мне ни на что. Хотя, может быть, кто-нибудь вот вроде этого парня может что-нибудь. Он тоже тренировку предлагает. Накробатика. Наш лендер, что ли? Столько про шлендеров. Или ученый. Ты кто? Барт. Ну, понятно. Да, тут парочка заболели от этих спор, которые тут витают в шахте. Про вампиров, кстати, можно спросить. Много всего рассказывать. Ну, вот, наверное, все уже с кем-то когда-то обсуждал. Так. Что себе? Сколько всего рассказывать? Ну, Барт, да. Много всего знает. Ну, вот, даже местный управляющий этой шахты мне не дал какого-то задания, поручения. Так. Не заблудиться. Темновато, я не хочу ману тратить, сейчас на ночной глаз. Хотя можно обычный применить. Чего бы нет. Ты что расскажешь, Маш? Я обыватель, который жил в этой пещере с тех пор, как тут только начали раскатывать. Пережде этого я жил в дикой местности. Прямо как животные, на которых я охотился, чтобы выжить. Интересная история. Прямо cool story пошли. Ничего интересного. Окей, все, ладно. Пойдем в Акамору. Хотя, черт знает, куда эта дорога меня приведет. Я по ней раньше не ходил, и вроде как я уже... Мне не нравится, что я постоянно застреваю во всяких корнях, камнях. Как-то проходимость у меня страдает. Красиво тут, смотри-ка. Прям такая пышная растительность, да? Без ночного глаза, правда, потускнее, а как-то потусклей стал. Да, я углубился слишком куда-то на северо-восток. Мефалан. Долина Мефалана. Ну, наверное, где-то тут будет путь на запад в Акамору, все равно. Там за этими горами уже побережье. А там за океаном Аковир, да? Такая-то крипта, но я туда не хочу сейчас. А Камора за этими горами. А дорога идет куда-то дальше, на восток. Я не хочу опять углубляться в дикие местности. Еще какая-то пещера вон там. Ну, хотя сейчас я иду на север. Прямиком на север. Ладно, пройдем дальше по этому пути, посмотрим, куда он приведет. Леса пышные кончаются, да? Крыши ведь. Прям полностью срубил это все. Ага, имперский форт. Ну, здрасте. Ну, тут, кстати, говорили, что-то происходит. Это виндмод, да? Скорее всего, это виндмод. О, а что у вас тут со стеной? О. Грамс Эйлинг Хлэрсис. Нормально. Просто Алиф напал со спины. В Акамору пути нет, да? Альбас Мора. Прям на восток. Эль Мутада. Спасибо за помощь. Думаю, у нас есть пара моментов поболтать. Так. Расскажи про это место. Да, это тот самый форт. Легион построил этот пост, чтобы защищать местность рядом с Альбас Морой. Этот форт был возведен в довольно стратегической локации, хотя он довольно изолирован от остального легиона. Итак, Альбасара. Тилванийский город на север. Построен на водопаде. Поэтому представляет собой красивый вид. Очень такой, говорит. Ладно, что тут происходит? Пара человек говорят, что какая-то странная активность происходила в пещере. Эра Беринцу. Наверное, нам стоит туда наведаться и зачистить это место. Оружие, которое продает Сервонириус, не вполне острая, но... Поэтому тебе, возможно, потребуется нормальный кузнец с нормальными навыками, чтобы его полностью отремонтировать. Лицейн Сервона, имперский священник имперского культа. Он довольно странный человек. Подозреваю, он использует алкоголь на регулярной основе. Использует алкоголь на регулярной основе. Ладно. Так... Так... Арвс... Ретрати, капитан Форта. Чё? Данмер, что ли? Его чемпион это Соретти Тринесси. Имперский... Так, священник имперского культа. Вот этот вот... Люциан, наверное, правильно его называть. Хороший боец. Ну, возможно, у него будет для меня какой-то... А, ну да, тут всё. Данмер одни. В легионе. Вообще, логично набираем из местного населения, да? А, добро пожаровать в Форт Виндмод. Чужестранец. Самый коррумпированный и, видимо, некомпетентно управляемый Форт Легиона во всём Морровинде. Для чего ты сюда пожаловал? Я Брадасу Аленду. Я слышал, что служба в этом Форте была замечательной, но... Когда разместился здесь, я думаю, что довольно скучная. Ну, и сегодня ничем не отличается. Сегодняшний день. Интересно. Это место может выглядеть совсем гнилым, чтобы жить тут. Ну, мы разделяем то, что имеем друг с другом. И это вроде как поддерживает мотивацию. Понятно. Что ещё у него спросить? Опять же, слухи. Я слышал, что последний конвой из Хельнима стал жертвой злостного морового заболевания Сварденфела. И ещё и до этого был ограблен какими-то мухами, мускусными мухами. Ограблен мухами, блин. Кто бы не стоял за всеми этими историями, ему стоит пытаться сильнее. Никто им не верит, потому что... Понятно. Не выражай слишком громко своё мнение здесь, органянин. Мы потеряли чемпиона и двух торговцев из-за этого. Коррумпированный, говоришь, да, форт у вас тут? Я не должен это говорить, но я видел, что наш командир получал... К нему приходило много посетителей Тилвани на прошлой неделе. Этот форт расположен на самой границе земель Тилвани. Два тилванских города, Альт-Басара и Тель-Мутада, расположены на север и на запад. Мне как раз на запад надо. То есть в Тель-Мутаду, да, похоже, попаду я. Экономика. Всё, ещё неплохое место для бизнеса этот форт, говорит. Так, командира найдёшь наверху. Священник где-то в часовне. Неизвестно, что там по его состоянию. Со вся этой выпивкой, да? Третья персона, это Салетит Теренесси. Чемпион. Командир. Рассказывает, как пройти к нему. Так. Иди по левому проходу наверх. Когда достигнешь двух холлов и коридоров. Продолжаем идти вперёд и... Поднимись по ступеням. Его комната где-то там. Не знаю... Подсел ли он на медикаменты на Лето какого-то. Знает ли он вообще об этом? Тебе стоит поговорить с ним. Единственный, кто может остановить на Лето, это он. А кто такой на Лето? На Лето. А у него, может, есть Скума? Понятно. Спасибо за рассказ. Довольно подробно он мне тут всё поведал. Ну, кстати, форт довольно выглядит... ...скудным. Здорово. Какой бизнес тебя сюда привёл? Только что сюда прибыл. И уже мне хочется быть где-то ещё. Так, Альбасара. Это на восток. Потом на лево. И следуй по дороге. Есть парочка хороших магазинов в этом городе. Ага, понятно. Путешествующий торговец. Мы с моим Гуаром посетили уже много городов в этом регионе. Этот форт далеко не из моих любимых. Понятно, понятно. Дурацко тут у вас, да? А, всё лишь мимо крокодил, говорит. Ничего не происходит. Не знаю, что тут. Надо куда-то ещё, говорит, идти. В Тальмутаду или Альбасару. Тальмутада на запад, да? А, я научился править Гуаром, прочтя мастерство пастуха Гуаров и разводчика Гуаров. Гуароводец, короче. Так, если ты идёшь на поляхил Нима и хочешь в каком-то бизнесе поучаствовать, ну, это подходящее место, чтобы его посетить. Там есть несколько магазинов и рынок под... под башней какой-то. Филнем филдс, поля на западе. Зелёные равнины. Множество дикой жизни там. Ну, про скуму, наверное, не буду у него. А то ещё подумаю от чего. Так, форт расположен на перекрёстке двух дорог. Одна ведёт из Альбасары в Некром. И дорога в Тальмутаду и дальше. Маленькая деревня. Проход Веруласова расположен... Не так далеко от форта. Неподалёку маленькая деревня. Там неплохая таверна. Изогнутый корень. Так, окей. С экономикой тут всё плохо. Услуги... Сейчас они все внутри. Так, это не то. Ладно, спасибо за инфу. Собственно, вот. У меня сюда, да? Ну, посмотрим, что тут у вас. О, как у вас тут... Столпилось много сразу. Вон, цветок невидимости есть даже. Что тут? Приближающаяся записка какая-то. Товары Виндмота... Закрыли их двери навсегда. Пусть девять... Девять работают теми, кто останется с этой... Заброшенной землёй. Сиренея. А, это так назывался магазин товары Виндмота. Всё. А это владелица её оставила. То есть, этого заведения записку видео. А, ну да, вот. Лук тут остался даже. Валятся что-то какие-то. Ну, разбитые бутылки. Так, у меня, говорит, зелья. Возь, всклини. Есть у тебя корни хамума, я надеюсь. Посмотрим. Про комору они вообще не знают. Никто тут. Люди вроде Налета Ларни. Лили Ларни. Нет, Л... 2 Л. Ларни. Довольно-таки интересуются моим ассортиментом. Ну, вот. Этот вроде парень какой-то нехороший. Чё-то он тут нехорошего делает. Как я понял из рассказов стражника. Данмер. Который управляет фортом имперским. Ну да, видимо, действительно коррумпирован. И тут больше идет к дому Тилвани, чем к империи, да? Польза от этого форта. Я слышал, что Брадасоу перестал покупать скуму на лето. Но у него все еще большой долг, который он не выплатил. Кто такой Брадасоу? Здесь есть скума. Вот что мне нравится. Мне как раз нужно... Так, это я все слышал. Ладно, что у тебя по ассортименту. Ну, вообще, в зельях я не слишком заинтересован традиционно. Тем более, тут у него какие-то вон испорченные еще продаются. Стоит 175 монет стоит. Ночной глаз на 60 секунд такой же, как у меня. Так я, получается, хорошее заклинание такое ценное сделал, да? Ну, да, ничего интересного. Так, что тут? Я, кстати, вспомнил, что я забыл с вампирши снять этот... Кстати, похоже, я могу сделать заклинание восстановления здоровья, если приобрету вот эту штуку, маршмэрроу, и смешаю ее с пшеницей. Я подслушал рецепт, кто-то там болтал в этом подземном городке. Там, ну, рандомный какой-то... Рандомная фраза, и как раз-таки вроде об этом... Так, а продать-то я что-то могу? Ничего не насобирал, да? Ничего не насобирал. Ладно. И на том спасибо. Вот какие-то магические тут предметы. С впечатлением. Где это слава? Ну, все, ерунда. Да, все зачарованное, смотри-ка. Урадос, привет. Он зачаровать может. Я, Урадос Вендалл, недавно прибыл в этот форт. И был приятно удивлен, что местным нужен был зачарователь. Но из-за недавних кое-каких событий я тут застрял. Может, ты расскажешь подробнее? Зачарователи. Слухи. Это я уже слышал. Кстати, почему-то плохое отношение. Или может из-за того, что я вот не заметил, ухудшилось отношение? А вот что-то говорит. Я полагаю, что двое торговцев, которые покинули форт недавно, их заставили... А, это их заставил сделать наш прекрасный командир. Я не... Хотелось бы мне знать, почему он их заставил уйти. Я работаю в имперском форте как зачарователь. Может быть, правдой, но... Какие другие дела еще задержали меня в этом месте. Он ведь что-то не хочет говорить, какие именно. Ну, ладно. Не хочешь, не надо. Телекинез. Кстати, робы, да, видимо, имеют хороший такой... Потенциал. Скелета на 10 секунд. Ну, такие себе на самом деле. Ну, вот разве что... Заклинания школы разрушения неплохие. Вот перышко. Не знаю. Обычно я не настолько заинтересован лутанием, чтобы еще и перышко. Мой магазин закрыт. Ариана. Биф. Это что? Не знаю. Короче, закрыл магазин свой. Эй, привет. Я серво Ниериус. Кузнец. Заинтересован какими-то из этих товаров. У меня самые лучшие цены во всем форте. И я могу отремонтировать твое оружие и броню по лучшему качеству. Давай, кстати. Мне кто-то по голове стукнуть умудрился. Снабжаю форт окружающей местности оружием и броней. И про империю можно спросить. Это величайшее достижение в истории. Благодаря императору, легиону и слову закона мы имеем мир и процветание веками. Круто. Нет, у этого, например, не понизилось отношение со мной за этот разговор. За эту опцию. Ну, то же самое все они говорят. Да, тут я и не ожидал что-то тут интересное увидеть. Сломанные мечи у него продаются вообще. Имперская, кстати, стальная кираса. О, кстати, есть разные варианты. Стальная и кольчужная получается. Так, ладно. Ну да, тут как-то грустненько у них. Прям совсем, я бы сказал. За пленниками не следят. Это можно почитать. Так. Малифиорус Лэнд, чемпион форта. Арестован за... Не субординацию. Умер. Пока ожидал. Трайл. Суда, возможно. Умер, короче, от того, что его клетка обвалилась. Понятно. Спелл-сворд. Арестован за нападение на путешественников. Его мана была иссушена каким-то браслетом. Подобным тем, что используется для рабов. Забавно. Опять, что тут сидишь? Не говори слишком громко. Мне не разрешено ни с кем разговаривать. Я гидаю в эсваре. Я колдун. Но с этими браслетами я ничего не могу делать. Поэтому, к сожалению, теперь пленник. Обычный пленник, как и любой другой. Тюрьма тут с ужасными условиями. Тут вон рядом труп в соседней клетке. И последний выживший заключенный через комнату. Да. Его завалило камнями. Ай. Слушайте, ну я правда тоже не встречал форта более унылого, чем этот, так сказать. А, вот мне сюда, если я хочу. К управляющему. К капитану, да? К командиру. Светилище. Кто-то застрял где-то. А, кстати, это, по-моему, он и есть, да? Шутки. Шуточки. Грубая песня. Ну, литература у тебя такая сомнительной ценности. Слушай, мне кажется, он действительно скумы перепел, да? О, ничего себе. Смотрите. Арганянские, каджитские головы у него тут. Ну, конечно, он-то отреагировал на меня. Какое дело привело тебя в форт? А, это чемпион. Арфс лучший командир за все время существования этого форта. Сделал меня чемпионом и я очень благодарен за это. Он прям такой данмерский, имперский форт. Явно тут что-то не так. Он говорит, я это... Брошу вызов любому, кто посмеет обвинить хозяина этого места, да? Слухи. Я слышал, что... Супериорс, видимо, почитатели или... А, нет, это... Супериорс, это начальство, в общем, нашего командира, фаерлотча. Довольно впечатлены тем, как он справляется со своими обязанностями на этом довольно жестком месте. Фаерлотч, кстати, где у нас? Это величайший... Ну, самый большой имперский город. В тилландском регионе Морровинда. О, второй по величине будет Хилним. Хилним я вроде был уже. И он не показался мне большим прям-таки. А может и не был я там. На северо-востоке, говорит. Не, наверное, я там не был. Ладно. Так, это неинтересно. Это мы слышали. Еще никто не осмеливался бросать мне вызов, говорит. Ну, ладно. В принципе, это был один из трех наиболее представляющих интерес товарищей в этом месте. У него никаких интересностей нет для меня, да? А, вот и командир. Ну, ничего, богато тут расположился. Журнал, кстати, форта. Ну, форт там. Хм. Мне уже интересно, что там у тебя лежит. Как бы тебя выманить отсюда? Ну, ты, скорее всего, статичный и будешь тут стоять всегда. Да? Приветствую, незнакомец. Я капитан стражи. Ты пришел поговорить со мной? Так, я командир этой крепости. Как ты можешь представить, это сложная работа. У меня не хватает людей и снаряжения. Но мы пытаемся сделать лучшее, что можем. Имперский легион. У нас гарнизоны фаерватча, старом Эббенгарде. Зале Росомахи. Содорит море. Вот, в этом, собственно, форте. Есть еще форт Умбермонт. Рядом с Сейленом я там был. Кэп Хорт. Кэп Харат. Кэп Харат Кип. Вот. Рядом с Телл Мутадой. И кое-где еще в Морровинде. Хочешь тупить в имперский легион? А ты можешь меня принять? В регионах Морровинда. Мы посылаем. Или нам посылают рекрутов из других провинций. Меньше конфликтов интересов в Орден Фелл. Это исключение. Ну, короче, если я верно понял, то на континенте, ну, на континентальной части Морровинда не принимают местных в легион. Хотя это место явно исключение. Чтобы избежать конфликтов интересов, да? У нас случился неприятный инцидент с тюрьмой. К счастью. Заключенные расположены сейчас в оставшихся клетках. Ну, единственный заключенный у них. Это маг Вор, говорит. Надеюсь, ты не закончишь в тюрьме, мой друг. Стены этого места весьма пугающие. Я не тот тип человека, чтобы раскрывать секреты. А ты ничего не хочешь мне предложить там работенки какой-нибудь, нет? Эта зона все еще контролируется мастером Вайерином из Альбасморы. Которая у нас вот так. На север. Мастер. Мастер. Настоящий тилванский традиционалист. С ним очень сложно вести переговоры. Другие тилванцы куда легче с ним находят общий язык. Под переговорами я имею в виду... Короче, отношения между нашим фортом и тилваней. Типа явно что-то скрывает, понятно. Ладно, он сам ничего не говорит, ничего не предлагает. Я думаю, что-то интересное можно было бы у него найти здесь и... в журнале. Ну, можно как-то это скрытно сделать. Типа я ушел. О! Шага-граг разгов. Поговорим. Надо, кстати, потренировать может чему-то. Я, честно говоря, не знаю даже, как я оказалась в этой легионской сырой дыре. Но мне приходится работать с этими проклятыми данмерами. Понятно, не нравится тебе тоже тут, да? Худшее место, чтобы работать в легионе. Лучше бы мне быть в форте Фрост Мод. Интересное у них название, у этих фортов. Все заканчиваются на мотылёк. Типа морозный мотылёк, ветреный мотылёк. Или это не мотылёк? Вроде мотылёк. Помнится, вроде так и переводился. Форт такого-то мотылька. В оригинале, да, русскоязычном. Я давно в русскоязычный Морровинт не играл просто. Это мы слышали. Хочешь совет? Убирайся отсюда. Ну, пока ещё можешь. Этот форт, это не место, чтобы в нём быть вовсе. А на ЛЭД Ларния на самом деле пытался продать Мерскому. Он должен знать чё-то лучше. Ну, ему следовало подумать лучше, видимо. Имеет в виду перед тем, как мне предлагать. Зона местная, экономика, всё то же самое. Так, мне теперь интересно найти этого парня, который с куму всем продавал. Потому что мне тоже она нужна. Да, чё-то там чужестранец, чужестранец. Вот, типа, смотрите, я ушёл. А сейчас такой... Знаете, такой. И княжанцу своровал. Если что, можно к нему ещё будет заглянуть туда. А тут, наверное, у нас располагается священник, да? Ну-ка, открывай. Чё, закрылся-то? Люсьен. А добро пожаловать. Я могу рассказать тебе о папирском культе. Мы приглашаем тебя стать нашим членом. Да нет, не хочу я. Почему вообще у тебя так мало... тем для разговора? Взнос 50 дрейков. Поговори. С Конториусом Тромелом в Хелниме. Таким-то-таким-то в Байл-Ойре. Фаер-Ватч. Замок Эбенгард. Любыми другими. Странная, конечно, тема для разговора. Обычная болезнь. Имперские провинции присоединиться, да? К имперскому культу. Член культа. Святилище. Валенвуд! Валенвуд! Ненаселенные... Лесные дикие местности. Ну, понятно. Сиродиэл Моррэвент. Это мы все знаем. Нечаянно квест активировал по присоединению к имперскому культу. Ну, мне на самом деле это не очень интересно. Ну, хотя так-то... Чего бы нет, милость богов иметь в лишнем не бывает, да? В общем, поговори с Игфой в Пелагеаде. Фортибак мод. Фортмун мод. Так. Эбенгард. Так, так, так. Два места в Эбенгарде, да? Вот копия за моих богов и императора. Ладно, пусть будет. Довольно много у него тут выпивки. Причем хорошая попадается среди них. Странно, что он тут закрыт был. Здрасте. Так, вот здесь я еще не был, да? А, ну это просто тут... Типа склад. В не очень хорошем состоянии. Башни. А, вот наш торговец с кумой похожий, да? Так, страшно ты торговец. Ты ищешь чего-то. Я специализированный торговец. Я держу этот форт. В общем, он, форт у меня под рукой. Интересно. Слухи. Один из местных, братцового Ленда, должен мне круглую сумму. Он должен заплатить. Мне, возможно, придется прийти к крайним мерам, чтобы получить от него деньги, если он не заплатит в ближайшее время. Понятно. А мне здесь нравится. Все тут слегка зависимы от меня. Если ты знаешь, что я имею в виду. Да, я уж наслышан. Будь осторожен. Шагра игра. Гроссгоп. Мне она не нравится. Секретов тут нет, говорит, в этом месте. Если на самый верх заберешься, увидишь хороший вид на окружающую зону. Как-то погода не располагает к этому. Я на свои поставки не жалуюсь. На как у тебя скому-то купить? Черт, ты такой. Не вижу вообще варианта. А, смотри-ка. Я своего рода торговец. Тебе что-нибудь надо? Да, надо. В двух формах. Бутылированные за 500 дрейков. Порошок всего за 100. Да, давай. Бутылированный, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Одна бутылка. С тобой приятно вести дела. Я надеюсь, что ты оставишь это в секрете. Видимо, имеет в виду. Ну, хорошо. Скуму наконец-то достал хотя бы. Так, ну здесь, конечно. Здорово у вас. Немного компенсирую свои расходы, так сказать. Я бы еще хотел найти вот этого должника, может. Капитан Стражи. Ну, он вряд ли что-нибудь скажет интересное. Такой, как бы, даже без имени. А, вот это выход на стены, да? Молочник. Ну, типа да, типа... Ну, что, у нас есть еще одна башня, может быть, там сидит этот должник. Может, у него какое для меня будет. Заданьица. Вот, у меня всегда нравилось в Морровинде, что можно вот так вот лазить по всем стенам, в каждое помещение залезать. Ну, сейчас, конечно, этим уже никого не удивишь. Ну, Морровинд был первой игрой, в которой я с таким столкнулся. И это мне было очень-очень интересно. Как я помню, весь форт Пелагиат излазил. Тут довольно много им перцев среди них. Что-то я как-то... А, слушай, здесь я был вроде уже, да. Здесь я был. Но туда не пошел, залез. Ой, ой. Я не должен был это видеть. Есть. Ну, короче, они всех им перцев посадили тут, видите? В подземелья. То есть, на такие неприятные посты. А данмеры там разгуливают снаружи, там приятненько, здорово все. Слушай, ну я не могу найти этого парня. Может, он где-то тут снаружи. Может быть, кто-то вот из них. Может, это он. А, собственно, это первый, с кем я поговорил. А, вот про долг. А, у тебя дошли слухи, значит. Да, это правда. Я весьма задолжал этому на лету. Я просто не могу заплатить. Ты не поверишь, насколько тут плохие зарплаты. И это всего лишь дело времени, прежде чем... ...на лет найдет меня и разберется со мной. Еще хуже. Еще хуже. Здесь... ...принято проверять на незаконные товары. Как будто бы здесь их недостаточно. Я не могу ничего сделать. Давайте вот так вот ответим. Но это ведь твоя вина, в первую очередь, не так ли? Тебе не следовало связываться со скумой вообще. Почему ты вообще так со мной разговариваешь? Ты не видишь, что я и так уже в беде? Я думаю, тебе стоит покинуть это место. Вызовешь только больше проблем. Да ладно, что ты обиделся? Да ладно. Что ты такой прям как девчонка? Ну блин, ладно. Не обижайся. Не обижайся. Не получается теперь его. Так и напасть на меня может. Ладно, подкупать его. Так глупо было бы. Ну ладно. Черт с вами, со всеми. Не думаю, что в этом квесте что-то можно было интересное получить. Такс. Ну и что, значит. Мне надо будет... Альдбасара. А, ничего себе. Как в Акамору пройти, я так и не понял. Ну зато теперь знаю. Много локаций. Разных всяких, да? Ладно, давайте закругляться на этом уже. Вот, затягивается серия. Вот, с вами был Сэр Холмс. Морвин, Тамрель Ребилд. Лайки, подписки. И до встречи в следующих эпизодах. Продолжение следует... Сэр Холмс.